Смотри, тут сколько монстров. Я знаю, что вы ждете реакции ЛСП, но... Всем привет! С вами Блэйнар, и сегодня у нас реакция на несколько видосов по Гартану Банбан, а именно тизер-трейлер четвертой части Гартану Банбан, фанатский тизер-трейлер, и музыка официальных разработчиков, там они выложили на ютуб музыку. Послушаем. Я знаю, что вы ждете реакции ЛСП, но... Есть информация, что Купыльно вроде как хочет поиграть. Я прекрасно понимаю, что вы меня будете потом в комментариях просто закидаете, почему Купыльного не дождался, поэтому я подожду до завтра. Если завтра его видос выйдет, то будут реакции, собственно, с ним, а если не выйдет, то без него, но потом будет с ним, когда он выложит. Короче, а сейчас вот давайте смотреть. Вернее, сначала слушать. Не бойтесь, мы, друзья мои, и пусть начнется праздник. Это музыка, да? Всем, кто любит эту игру, наверное, божественно. И да, если придет авторские права, эта музыка сделана специально Гартан Банбан. Блин, ностальгия сразу. Кто не видел прохождение мое? На канале есть, посмотрите. Тут комментировать нечего, просто наслаждаемся. Музыка прикольная, на самом деле. Мне нравится. Мне нравится. Давайте следующую слушать. И да, ссылочки на все оригинальные видео и каналы в описании. Не забывайте ставить лайки, подписываться, жмякать колокольчики, писать комментарии. О, это Медузка. Блин, этот Медузка, на самом деле, он оказался таким интересным персонажем. Он только хороший. Хотя он побольше с нейтральный. Он держится своей стороны. Он хочет достичь своей цели. Ну, не причиняя вреда. И да, непонятно, что с ним в итоге случилось в конце третьей части. Но персонаж прикольный. Харизматичный такой. У него свой характер, чувствуется. И напишите в комментариях, какая из песен, сегодня, которую мы послушаем. Вам больше всего нравится. Быстро. Коротенькие буквально песенки. Ну, музыка, песенки. О, да. Этого персонажа мы запомним. Какая потная была с ним драка. Я так и не понял. Как его правильно зовут-то? Вот двуголовое сражение называется. Как персонаж-то зовут? Я забыл. Вроде где-то была информация. Ну, он, в принципе, оказался, на самом деле, легкий. Просто надо было сначала понять механику его. И понять, что вообще играть тебя хочет. Блин, получается, по-моему, в предсторожении была другая музыка. Или мне кажется, или я уже забыл. Я, смотри, думал, еще стримчик по игре подрубить в третьей части. Чтобы перепройти ее и найти секретки. Там есть как-нибудь одна секретка, но я точно знаю, что есть. Но ради одной секретки. Напишите в комментариях, знаете ли вы, сколько там секретов. Может быть, мы на стриме пройдем, вы мне подскажете там. А, да, похоже, да, это музыка была. Это музыка была, точно. Прикольная музыка, на самом деле. Правда, какая-то трогательная такая она. Неужели есть какая-то грусть в этом монстре? А кто, мы не знаем. И как все коротенько? Коротенько, но прикольно. А это символизирует именно финал, да? И тут называется family, то есть семья. По идее, все эти персонажи, они как бы были друзьями. У них есть какие-то разногласия, но они между собой дружили. Как вот, блин, спойлерить, не хочу, кто не видел. Но вы же уже видели, правильно? То есть, когда пришел Синген Флинк и начал их разнимать, он показал, что он не хочет, чтобы они враждовали. Когда птицы бросились, и непонятно, что с ними всеми случилось в итоге. Такая вот... Блин, вот в этой части, в третьей, есть вот такое, что-то такое интригующее. Многим она не понравилась почему-то, я так смотрю, но интрига там есть даже лучше, чем в предыдущих двух. И больше вопросов. Немножко ответов. Четко. Ну а вот, собственно, то, ради чего мы, в принципе, изначально здесь собрались. Тизер-трейлер четвертой части. Давайте посмотрим. Тут всего лишь 39 секунд, я не знаю, что они там впихнули, но давайте посмотрим. Это картинка из... Когда мы после победы над боссом, тем двуголовым, да? Какой-то стул, на стуле что-то лежит, черное? Или что это вообще? Блин, чё-то я не... Какая-то звезда. Желтая. Собственно, чё мы поняли? Ничего мы не поняли, в принципе. Нам показали картинку, которую мы видели. Какую-то комнату, стул. Какой-то черный там что-то лежит. И звезду. Маловато будет, но разработчики это выложили сразу же, насколько я знаю, понял после релиза игры. Плюс-минус, да? И они уже интригу кидают, что в стиме эта игра уже есть. Ну, как бы есть, в предзаказе. Не в предзаказе, пардон, как-то. Короче, что она скоро выйдет. Судя как выходит сейчас, то действительно скоро выйдет. Наверное, где-то через месяца-два. Судя по всему. Плюс-минус. Давайте посмотрим ещё фанатский тизер-трейлер. Насколько он будет масштабней. Потому что там он, я просто, я ещё не смотрел его, но я видел, что он длиннее. Здесь всего лишь 39 секунд. И нам почти ничего не показали. Вот. Но там уже 2 миллиона с чем-то просмотров. Это вау. А это фанатский тизер-трейлер. Он на целых почти 2 минуты. Мы видим уже здесь персонажа, который был нарисован на картинке. Да, вот той самой. Непонятно, что это за персонаж. Может быть, кто-то уже в курсе. Напишите, есть ли в курсе. Но сюда его уже добавили. Это фанатский, напоминаю, тизер-трейлер. Баги-хаги канала. Это не официальный. Да, тут же показывать надо делать. Лайк, колокольчик, подписка. Да-да-да. Комментарий. Ага. Лифт, который был официальный. Вроде как бы, да? Когда свет покинешь... Придет или что? Гу... Опять, эта комната. Пространство. Ооо, сколько? Что? Это все лифты? А что так много? Эээ... Ничего. Ничего. Найсинг, ничего. Неважно. Цветы везде. Какие-то диванчики, двери. Просто на этом канале фанатских видео очень много. Если вы хотите, я проеагирую на них. Но надо очень много лайков. И пишите в комментариях, что вы хотите, чтобы я на них проеагировал. Там, насколько я видел... Я просто один видос видел, по-моему, или два. Там намного шире все пошло. Много монстров. И все как-то более такое. Посмотрим. Ну, вы... Ваша... Жду вашу реакцию. Что это? Это напоминает концовку второй части, где мы убегали. Там была куча дверей везде. Но тут какие-то двери? Половинчатые. К чему это? Какие-то... Какие-то щупальца, видели? Щупальца, щупальца. Это типа намек, что у него типа две руки. Ну, у него две части. Соответственно, у него одна часть зеленая, другая такая синя-фиолетовая. Я не могу точно сказать. Ну и, короче, получается, что у него две личности, что ли, в одном. Ну, я так понимаю, это персонаж, который будет официально. Потому что он был на картинке. В официальной игре. Щупальца, конечно, не официально, скорее всего. А вот... Я не помню, были щупальца на картинке? Как-то я забыл. Куча двери. Какое-то желтое нечто. Что это такое? Это уже на бэкшнтво похоже. Уползли щупальца. А что это за синяя нечто? Желтое нечто. Что это такое? А, это этот, который вот так делает. Знаете, вот эти приколы, типа надутые. Стоят на улице и от ветра колышется. Слушай, смотри, это же он. Это же он, я его узнал. О, смотри, сколько там монстров. Блин, вот эти. Смотри, тут сколько монстров. Это неофициальные монстры. По факту. Вот это неофициальные. Это типа официальный. Это синий, не знаю. У кенгуру вроде как официальный. Эти официально. Но вот эти неофициально. Ну, кроме Добнаба, естественно. А это улитка такая. Что с ней случилось? Ее жмыхнуло слегка. Там еще какая-то, ну вы видели. Блин, ну у этой вселенной фанатской, конечно, больше всего. Больше всего. И вроде как, вот смотрите. Нам каждый раз, в каждой новой части Гартенов Бан-Бан показывают на стене новых монстров. Но в игре их нет. Но они на стене есть. Почему? Это так вот психологически, типа, монстров больше. Но их-то их не так много. Почему? Вот в третьей части мы не так много новых монстров увидели. В новой части, насколько я понимаю, будет шрифтоц. Это для гуха, да? И кто-то еще, наверное. Но кенгуру по идее должен быть. Вот этот черт должен быть, который с щупальцами. Но вопрос. Почему так мало добавляют? Ну вот они анонсируют много. А добавляют мало. Эх. Ну вот такие вот видосы. Вам, надеюсь, понравилось. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Ну вы поняли, о чем писать комментарии примерно, да? Чтобы я понимал вашу реакцию. Что вам хочется. Реакция всплывщиков на третью часть будут. Скорее всего, уже завтра. Первая реакция будет. Ждем, как говорится. И напишите, хотите ли вы стрим по перепрохождению Гартнбанбан 3. Где я буду искать секреты. Если вы знаете, где они примерно, чтобы, может быть, подсказали. Я знаю только один. И то я не совсем знаю, к чему он приведет. Я знаю, как его получить. В общем, вы знаете, что делать. Да, у нас есть телеграм. Ссылочка внизу. Очень хороший телеграм. Очень рекомендую. Все? Всем спасибо за просмотр. Увидимся, услышимся. Всем пока. До новых встреч.